От поселения Мизенских поморов до административного центра Тиманской тундры. Поселок Индига отметил 90 лет со дня основания. По этому поводу в поселке прошел большой праздник, на который приехали и гости из Наринмара. О том, как прошел юбилей, расскажет Елена Семеновичева. Дорогих гостей встречаем! С крупным пышным короваем, с короваем соль подросим и с поклонным ответом просим. Как и положено, встречали гостей хлебом да солью. На весь округ прославили синдикчане своим гостеприимством, отзывчивостью и трудолюбием. Поздравить жителей села и вручить благодарственные письма приехали высокопоставленные гости. Татьяна Бадьян, Наталья Кордакова, Михеев Александр и другие. Катологически на краю земли, нашей огромной великой Родины, мы сегодня славим людей, которые создают мощь и силу нашей страны, которые известны своей работоспособностью и отзывчивостью, своим искренним отношением друг к другу, своим патриотизмом. Выпускники поселка Индиго славятся на весь округ. Глава администрации, уполномоченный по правам человека, известный врач Ненецкого округа – это лишь часть тех людей, которые прославили свою малую Родину. Всегда приятно возвращаться в родные края, видеть знакомые лица. И где бы это ни было, на дороге, либо в городе, либо в населённом пункте, всегда есть о чём поговорить. В свою очередь, разрешите мне от имени трёх уполномоченных. От уполномоченного по правам человека, от меня лично, от уполномоченного по правам ребёнка в Деньском автономном округе, от Римы Фёдоровны Галушиной, от уполномоченного по правам, по защите прав предпринимателей Валерия Юрьевича Чупрова, поздравить всех с 90-летием, со дня образования посёлка Индиго, всех поприветствовать. Главное достояние любой нации – это дети. В этом году в посёлке на свет появились два малыша. Посёлок, как большая семья, радуется появлению каждого. Вы только не болеете! С таким призывом обращается к своим односельчанам уважаемый человек Назаренко Нина Петровна. 45 лет она отработала в Идникской участковой больнице. На благо всех жителей села. Ей, как никому другому, хорошо известно, что самое главное в нашей жизни – это здоровье. Односельчанам, в первую очередь, я желаю здоровья, здоровья и здоровья. Потому что в наши нелёгкие времена, когда и с лекарствами трудно, когда и с оказанием медицинской помощи ввиду отсутствия дорог трудно, я всегда говорю, вы только не болейте, только не болейте. Сегодня посёлок активно и успешно развивается. Только за 2015 год введена в эксплуатацию новая линия электропередач. Начал работу многофункциональный центр, который пользуется огромным спросом у населения. Произведён ремонт аэровокзала. Окончены работы по капитальному ремонту достопримечательностей села подвесного моста через реку Щелиха. В то же время закончено строительство часовни, которую строили общими усилиями все индикчане. Продолжается строительство школы на 150 мест, где будут обучаться и ребята из посёлка Выучейский. По окружной программе местное население строит себе индивидуальные жилые дома. Это очень здорово. Новый виток развития посёлок получится строительством глубоководного незамерзающего порта в бухте Индига. Он позволит обеспечить движение по северному морскому пути, подстроить завод СПГ и дать развитие инфраструктуры для транспортировки сырья с месторождений. Возведение перезагрузочного комплекса уже внесено в программу социально-экономического развития Арктической зоны России до 2020 года.